Мы проводим тест на натуральность красной икры. Вот эту баночку мы сегодня купили на остановке Березовая роща в павильоне. Она стоила 200 рублей и нам сказали, что она абсолютно натуральная. Вот если посмотреть на баночку, тут указана дата, маркировка, верно, ГОСТ, икра, лососевая, зернистая, горбуша. Состав. Мы видим, что здесь только натуральные ингредиенты. Сейчас мы проведем два теста. Откроем при вас баночку и посмотрим. Сначала мы капнем на икру перекисью водорода. И если икра натуральная, то она должна побелеть. И для чистоты эксперимента повторим тест и зальем икру горячей водой. В этом случае икра тоже должна побелеть. Открываем баночку. Так. Сначала перекись. Так, еще раз. Если икра настоящая, она побелеет. Ничего не происходит, как мы видим. На поверхности появились капельки жира. Хотя икра начинает мутнеть. Сейчас мы это выльем. И посмотрим, как поведет себя с горячей водой эта икра. Если она настоящая, то вода станет молочно-белой, а сами икринки станут непрозрачными, белыми и твердыми. Сейчас проверим. Смотрим. Вода не побелела. Не побелели и икринки. И снова мы видим жир на поверхности. И вот видим, что в каждой икринке пузырьки воздуха. Вот какие. То есть можно сделать вывод, что вот эта икра натуральная. Продолжение следует. Продолжение следует...